Я хочу выразить благодарность Борису Леониду Березовскому, с которым и с филармоническим, в общем, в Санкт-Петербурге у меня связаны давние какие-то дружеские отношения. Я первый раз участвую в вашем фестивале и очень рада, что меня оказали такую честь в этом году фестиваль открыть. Они просто сыграли за один из концертов, это очень большая ответственность, и тем более, что это происходит в нашем любимом зале, которые для меня являются родным, в нашем зале филармонии, только лист уже играю, потому что мне кажется, что это не долг порой. Так что я всегда рада и на эту сцену вернуться, и в объятия при моей сколочке в Санкт-Петербурге, но при этом хочу сказать, что программа выбрана достаточно сложная для открытия, потому что все-таки не часто играют в один вечер два фортепианных концерта, даже если это не фортепианные концерты, а концерты для чем было, даже если это классицистские концерты, вроде как-то меньше по объему, чем, конечно же, большие романтические концерты. И мы с Ярославом коллегиально приняли решение немножко встряхнуть устои и пойти на перерез некоторым сложившимся в XX веке и в XXI веке традициям и вернуть рассадку и музицирование в тот формат, в котором оно было при жизни папы и при жизни рода. Мы ставим рояль другим образом. Я отхожусь внутри оркестра. Мы снимаем рыжку рояля. И именно в этом репертуаре это значительно повышает проницаемость наших слуховых мембран, нас и декантов, которые в этом случае не подразделяются на солиста и оркестр. Это традиция, которая пришла в XX веке, она не очень близка, она хороша для больших симфонических романтических концертов, но совершенно не работает в ситуации с Бахом и Моцартом. И поэтому я с некоторым опасением сначала согласилась, потому что играть Баха и Моцарта с музыкантами, которые не разделяют твоих эстетических кодов и не слышат с тобой хотя бы приближенный этот материал, очень сложно. Это такая работа в несопротивление. Я очень рада, что Ярослав сам хотел мне это предложить. Я хотела ему это предложить. Мы буквально как в рассказе о Генри, когда жена продала черепаху свои волосы, а муж на браслет, чтобы ей купить гребни. Нарывал хвост. И вот сегодняшняя репетиция показала, что Малорожный оркестр, Санкт-Петербург, СКР, он идет максимально навстречу моим пожеланиям. И мне кажется, что спустя четыре репетиции у нас должен получиться достойный, по крайней мере, результат. И, конечно, это будет звучать несколько иначе. Я играю все партии континуа, как это было принято при жизни Баха и Моцарта. Таким образом, и внутри музыкального материала, и внутри рассадки на сцене у нас нет подразделения на солиста и сопровождающих. Мы все единый организм, который стремится к одной музыкальной цели. И я очень рада, что у меня есть такая возможность сыграть это именно в таком деле, в таком формате. Да, но это слышно не только перосовы. Это слышу впервые и я. Вот, ребята, вернее, в любом пути тоже нет. Ну, хулиганы. А теперь, если у тебя перебираться некуда. Ой, поверь, я за тобой приду, куда хочешь, если там будет обрыв. Но тут беда в том, что, Лёнь, теперь твое слово и скажи, как ты будешь снимать. Я буду очень рад, как бы замечательный фестиваль, мне кажется, уже не первый год проводится. И замечательный исполнитель, я всегда поражаюсь, Борису Леонидовичу, когда он собирает такую плеяду исполнителей наших зарубежных. Вот, и, может быть, даже и хорошо, что сейчас будут нашим, нашим дорога открывается, как бы дыхание открывается для наших исполнителей. Вот, и я хочу пожелать большое будущее этому фестивалю и здоровья Бориса Леонидовича, потому что он вдохновитель этого фестиваля, и он, дай бог, долгих лет, как говорится, жизни и творчества. Вот. И постараемся сделать хороший видеоконтент и выложить его на порталы Ютуба, на другие интернет-минтернет-минтернет-минтернет-минтернет-минтернет-минтернет-минтернет-минтернет. Ты же фокус из, директор и солистки. Как они тебе? Раян будет стоять. Ну, хорошая, да, хорошая. Там вертолёт. Так, грана там нас нету. Грана нету. Подробно снимался. Так. Ну, на человека подвесил. Сверху. Давайте дрон. Помню. Я про коптеры говорю. Ну, посмотрим, да. Посмотрим, подумаем, потому что всегда вот эта, как бы, съёмка концептов, значит, требует многокамерную съёмку, профессиональную. Она требует, конечно, специфики свои. И в том числе и коптеры летают. Почему? Попробуем, да? В общем, хорошо, что это самое. Не надо решить, не испугается. Да, я хотел ещё добавить одну важную деталь, что мы сегодня опробовали рассадку оркестра с дистанции официальной, когда каждый музыкант сидит за своим пепитром отдельный стол. Даже так? Да, то есть мы сели таким образом, чтобы минимизировать контакт или, возможно, какую-то передачу как-нибудь воздушно-как. Да, да, да. Поэтому мы пошли, попробовали сегодня интересные репетиции. И, в принципе, никаких препятствий для того, чтобы сделать концерт как-нибудь досадки. Замят, садится. Ху-ху-ху-ху. Попробуй, садится. Это будет какой-то необычный концерт во всех смыслах. Ну, расскажите об этом, читайте, слушайте. Потому что на зрителе, ну, это в самом деле очень интересно. Чёрт побери. Ну что ж, здорово.